20 лет без Берлинской стены. Кто начал подкоп под стену? Михаил Горбачёв, продолжатель дела Лаврентия Берии. Вы знаете, какие страсти кипели вокруг этой проблемы, германские проблемы? Секреты большой политики. Страшный сон англосаксов. Железная леди против железного канцлера. Будущий объединитель Германии Отто фон Бисмарк у нас жил здесь в Петербурге. Зачем Суворов перешел через Альпы? Россия-Германия. Друзья или враги? Секретные материалы из архивов разведки в программе «Берлинская стена». Москва, Ясенево. Штаб-квартира службы внешней разведки России. Бывшее первое главное управление КГБ СССР. Один из самых засекреченных объектов на территории страны. В начале 1989 года в центр сразу из нескольких резидентур поступили шифротелеграммы. Совершенно секретно. По агентурным данным, накануне выборов в Бундестаг ФРГ, канцлер Гельмут Коль планирует форсировать переговоры об объединении Германии. Ведутся тайные консультации с лидерами ГДР. Донесения ложатся на стол советского лидера Михаила Горбачева. Михаил Горбачев. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Первый и единственный президент СССР. Когда нас спрашивали с Колем, что мы думаем, как германский вопрос. Вы разговаривали? Да, конечно. Я говорил так, и он, по сути дела, присоединялся. Потому что, знаете, история породила этот вопрос, и вы знаете, какая история. Вот движение, ход истории, ее изменения в определенном возближении, понимании и так далее. И придет к тому, что и развяжется этот узел, германский узел. Но это будет не раньше 21 века. В отличие от Горбачева, Коль был нацелен на скорейшее объединение страны. Это был его основной козырь в предвыборной кампании. Советская разведка тоже точно называла даты событий. Ноябрь-декабрь 1989 года. Но Горбачев, в силу своей политической близорукости и отсутствия стратегического мышления, оказался не готов к такому повороту событий. Я уехал, а через три месяца рухнулась стена. Это мы такие предсказатели. Николай Леонов, профессиональный разведчик, генерал-лейтенант, бывший начальник аналитического управления КГБ СССР. Конечно, иногда поведение Горбачева вызывало, мы еще тогда были все на слухе, вызывало самые нормальные вопросы. А он в себе? У него шары все на месте в голове? Потому что он действовал абсолютно в отрыве от тех обычных, ну, обычных, я бы сказал, хрестоматейных представлений о государственных интересах. Великие вопросы времени решаются не постановлениями большинства, а лишь железом и кровью. Отто фон Бисмарк, канцлер Германии. Зачем Суворов штурмовал неприступные стены Альпийских гор? Ровно 210 лет назад, в сентябре 1799 года, русские войска совершили беспримерный в военной истории переход через Альпы. Этому событию посвящены десятки книг и кинофильмов. Знаменитая картина Сурикова. Юбилейные торжества прошли не только в России, но и в Швейцарии, куда вышли суворовские чудо-богатыри. Как позже скажет знаменитый наполеоновский военачальник Массен, я отдал бы все свои победы за один швейцарский поход Суворова. Важно помнить и то, что этот поход совершался в рамках участия России в коалиции и вошел в историю Европы как один из самых ярких примеров союзничества. Как ни парадоксально, но свой беспримерный подвиг русские войска совершили в интересах Священной Римской империи Германской нации, а не России. Секретные планы Суворова предусматривали после освобождения Италии от французов соединение с австрийцами и совместный марш на Париж. Но коварство союзников заставило его идти в Альпы. Александр Островский, доктор исторических наук, профессор педагогического университета имени Герцена. За кого сражались русские солдаты? А русские солдаты сражались за родственников Екатерины II, Павла I и Александра I. Немецких и прусских родственников, которые не хотели, чтобы гибли их солдаты и приглашали русскую армию. И она там вот сражалась за интересы этих государств. И вот этот фактор, если хотите, он долгое время влиял и на русскую внешнюю политику, а если хотите, даже и на внутреннюю политику. Российско-германские отношения полны парадоксов. Последний президент СССР Михаил Горбачев считается лучшим немцем и плохим русским. А правление чистокровной немки Екатерины II было золотым веком для России. Семейная драма. Жена убивает мужа, но не из-за ревности, не из-за любви, а из-за политических разногласий в российско-германских отношениях. Это реальный исторический факт. Россия – это вселенная. Я горжусь тем, что судьба предназначила меня этой стране, говорила чистокровная немка Екатерина II. А вот ее муж, внук Петра I, сын герцога Голштейн-Гаторбского, Карл Петр Ульрих, известный нам как император Петр III, был готов поменять российский трон на мундир прусского офицера. Он очень любил Германию. Такие разные политические взгляды в одной семье закончились крупной ссорой. В итоге Петра III в пьяной драке зарезали русские гвардейцы, а чистокровная немка Екатерина взошла на российский престол. Сенсационное открытие – 200-летняя оккупация российского престола. В 2013 году Россия будет отмечать 400-летие Дома Романовых. Это серьезная историческая ошибка, фальсификация. Дом Романовых просуществовал меньше половины этого срока. Юбилей надо отмечать не в России, а в Германии. Династия Романовых прекратила свое существовать в 1761 году со смертью Елизаветы Петровны. Последний представитель семьи Романовых, который был на русском троне, это была Елизавета Петровна. Потому что Петр III – это был уже герцог Шлезвик Гольштейн Готорпский. Екатерина II, тем более, не имела никакого отношения к России. А с 1796 года, когда на престол зашел Павел I, это была уже новая немецкая династия. Материалы из императорских архивов показывают, что поклонник прусских порядков император Павел I, который и загнал Суворова в Альпы, решил законодательно закрепить германскую оккупацию российского трона. Павел I, придя к власти, сразу же подписал учреждение об императорской фамилии. И вот именно тогда было введено правило, по которому русские императоры не имели права брать в жены, в жены. Женщин, не принадлежащих правящим домам. Что означало, что кроме их представителей императорской семьи, других правящих домов в России не было. То есть это означало косвенный запрет на брак с представителями русской аристократии. Можно было взять княгиню нидерландскую какую-нибудь, где там, не знаю, несколько сот тысяч населения все было. А вот взять княгиню-долгорукую какую-нибудь нельзя. И поэтому все браки после этого были германские. Смотрите далее. Лучший немец Горбачев или Берия? После того, как Берия был арестован и расстрелян, идея объединения Германии, она продолжала обсуждаться. Германский фактор в судьбе России. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Невероятное открытие на фамильном перстне объединителя Германии железного канцлера Отто фон Бисмарка выгравировано русское слово «ничего». Бисмарк был послом при российском дворе и прекрасно говорил по-русски. В архивах найдено донесение, где говорится, что Бисмарк всерьез раздумывал о принятии российского подданства. Андрей Восаевич, доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Одна из любопытнейших страниц, я бы даже сказал, курьезных страниц всемирной истории заключается в том, что будущий объединитель Германии Отто фон Бисмарк у нас жил здесь, в Петербурге. Более того, если бы его дарование в большей степени оценили у нас здесь, в Петербурге, он вполне мог оказаться бы на русской службе. Падение Берлинской стены в 1989 году и последующее воссоединение Германии было невозможно без согласия СССР. Но мало кто знает, что и первое объединение германской нации в 1871 году было результатом российской политики. До этого Германия представляла из себя лоскутное одеяло из десятков мелких княжеств и провинций, что не устраивало Россию. Происходит объединение германских государств при Бисмарке, да. Германия при поддержке России объединяется. При поддержке России выигрывает франко-прусскую войну 1870-1871 годов. Захватывает Эльзаса, Латарингу и так далее. И Россия смотрела на Германию как на своего верного, надежного союзника. Но в политике нет дружбы, в политике есть интересы. Бисмарк знал и понимал Россию, поэтому предупреждал немцев никогда не ходить на восток. Как только Германия нарушала этот завет великого канцлера, она обязательно терпела поражение. Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами и иезуитские соглашения. С русскими стоит играть или честно, или вообще не играть. Отто фон Бисмарк. Чтобы русские не делали, в итоге у них все равно получается автомат Калашникова, гласит народная мудрость. А бывший премьер-министр Черномырдин добавлял к этому, какую бы партию мы ни создавали, в итоге все равно получается КПСС. Но оказывается, эти российские ноу-хау могут работать и на немецкой почве. Известный германский историк Отто Данн, например, писал, если немцы начинают строить свое государство, у них в итоге получится рейх. За тысячу лет немцы умудрились построить три рейха. Первый, Священная Римская империя германской нации, просуществовал с 962-го вплоть до уничтожения его Наполеоном в 1806 году. Второй рейх основал Отто фон Бисмарк. Временные рамки 1871-1918. И, наконец, третий, тысячелетний рейх Гитлера, просуществовал 12 лет. Финал его известен. Красное знамя победы над Рейхстагом. Германия с незапамятных времен была соседом России по европейской квартире. Сегодня от российских дорог наряду с отечественными «Жигулями» страдают немецкие «Мерседесы», «БМВ» и «Фольксвагены». Германия остается главным стратегическим партнером России в строительстве новой архитектуры Европы и мира. Без всякого сомнения, что с начала 21 века мы видим своим главным политическим партнером в Европе прежде всего объединенную Германию. И совершенно не случайно, что по целому ряду вопросов происходит сближение позиций Российской Федерации и Объединенной Германии. Возьмем хотя бы американское вторжение в Ирак. Или возьмем сотрудничество в нефтегазовой сфере. Почему же тесно связанные культурными, экономическими и даже родственными узами державы только в 20 веке дважды сходились в смертельной схватке? Секретные документы и исследования доказывают, что начиная с 19 века главным инициатором этих конфликтов была Британская империя. Основатель геополитики Карл Хаусхофер рассматривал европейскую историю как противостояние континентальных и морских держав суши и моря, России и Англии. Теперь представим себе, что Россия не воюет с Германией, а поддерживает с ней дружеские отношения. Значит, суша становится еще более мощной по отношению к морю еще более непобедимой и для Англии, и для Соединенных Штатов Америки. Рассекреченные документы из архивов показывают, что недопущение союза между Россией и Германией было главной задачей британской политики. Мало известно, что после Второй мировой войны именно Британия настаивала на расчленении Германии. Советское руководство рассматривало вариант цельной Германии как противовеса англо-американской экспансии. Сталин ведь на исходе Великой Отечественной войны четко обозначил свою позицию. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Именно поэтому Сталин был противником разделения Германии, о чем мечтали наши союзники. Из секретного доклада известного американского геополитика Гомера Ли. Последний час англо-саксонской политики наступит тогда, когда немцы, русские и японцы объединятся. Западным политикам не нужны были ни сильная Россия, ни сильная Германия. Более того, после того, как этот раскол произошел, причем сначала, как мы знаем, образовалась ФРГ, Федеративная Республика Германии, и только в ответ на это было дано согласие на образование Германской Демократической Республики, уже в 1951-1952 году Сталин снова поднял вопрос о готовности объединить эти две Германии. И вот вопрос о объединении Германии, он рассматривался как своеобразная карта такая, которую Россия готова была разыграть для ликвидации Холодной войны. Кто начал объединение Германии? Горбачев и Коль – продолжатели дела Лаврентия Берии. Первая попытка послевоенного объединения Германии принадлежит Берии. Еще в 1953 году на секретном совещании в Политбюро Берия заявил, нам нужна только мирная Германия, а будет там социализм или капитализм – все равно. Советскому Союзу будет достаточно, если Германия воссоединится, пусть даже на буржуазных началах. Мы знаем, что когда к власти пришел Берия, уже в июне 1953 года, ну не Берия, а Сталин умер, и к власти пришел Трюнверат Берия, Маленков и Хрущев, уже в июне 1953 года было принято секретное решение президиума ЦК КПСС, о том, чтобы приостановить процесс социалистического преобразования в ГДР, поскольку это будет мешать объединению Германии. Свою позицию Берия мотивировал тем, что единая сильная Германия станет серьезным противовесом американскому влиянию в Европе. Мало того, Берия отозвал в Москву уполномоченных МВД по Германии и всех сотрудников. Позже Берию обвинят, что этим он спровоцировал беспорядки в Берлине. И по тем данным, которые у нас имеются, после того, как Берия был арестован и расстрелян, идея объединения Германии продолжала обсуждаться вплоть до 1957-1959 годов. И этот вариант создания, в частности, конфедерации, в которую входили БГДР и ФРГ, этот вариант рассматривался Никитой Сергеевичем Хрущевым. Более того, могу вам сказать, что в 1954 году этот факт достаточно хорошо известен. Москва заявила, что она готова не только на объединение Германии, а она даже подает заявление о вступлении в НАТО. Но договориться тогда не удалось. Ну и когда не удалось договориться, тогда Москва разделяет Берлин и сооружает там за одну ночь эту стену. Берлинская стена была воздвигнута вокруг западного Берлина. В августе 1961 года она полностью окружила территорию трех секторов американского, британского и французского старой германской столицы и прервала сообщение между двумя частями города, разделенного с 1948 года. Это был результат непримиримости позиций стран НАТО и Варшавского договора в германском вопросе. СССР предложил превратить западный Берлин в демилитаризованный вольный город. Запад отверг это предложение. Смотрите далее. Чего боялась железная леди? Ты очень решительно против, германник. Перепланировка европейской архитектуры. Цена вопроса. Миллиард, сто миллиардов, триллион, десять триллионов, да? Цифра не имеет значения, когда речь идет о таких событиях. В отличие от Берии, Горбачев не был таким ярым сторонником единой Германии. Еще в начале 1989 года, за несколько месяцев до падения Берлинской стены, на секретных переговорах с Джулио Андриотти он говорил, что пусть Коль не дергается. Две Германии – это факт истории, и не нам его менять. Модров, когда пришел, процесс такой был. И цели были такие, и даже в десяти пунктах Коля было, что вот договор, потом, может быть, финансовый договор, потом, может быть, конфедерация и так далее. Ключи единой Германии находились одни в Вашингтоне, а другие в Москве. И следственно, от Советского Союза зависело, даст ли он добро на этот процесс или не даст. Как показывают секретные протоколы, позиция Горбачева по германскому вопросу резко менялась в зависимости от внутренней ситуации в Союзе. Особую роль в этом сыграли финансовые соображения, крах экономики и внутренней политики. Буквально за несколько месяцев Горбачев меняет позицию на противоположную, вплоть до согласия на вступление Германии в НАТО. И вдруг Модров мне звонит в конце декабря, Михаил Сергеевич, все, те, кто это поддерживает, не принимают немцы. Немцы говорят, сейчас, немедленно, все, объединение. Ну, конечно, отказ от Варшавского пакта, а потом уже совершенно, абсолютно, за гранью здравого смысла, вывод наших войск из Германии, без всяких гарантий, абсолютно. Более того, даже те гарантии, которые западники давали, мы не записали в документы. Вы же не можете даже, так сказать, вообразить, как это может случиться. Любой третий секретарь МИДа в нынешнее время знает, что любой договор надо, естественно, сразу закрепить в документе. А вот эти вот политические деятели, Горбачев, Шаварнадзе, Яковлев, как будто этого не знали. Мы только можем ответить с вами на вопрос. Это абсолютные безумцы были политические? Или это уже работали люди, сознательно нанося ущерб государству, которое они представляют? Не секрет, что спецслужбы всех стран внимательно анализируют личностные качества государственных деятелей. Непоследовательная, бездумная политика советского лидера породила даже слухи, что Горбачев был зомбирован во время встречи с Рейганом. В разведках существует целое направление, которое мы так называем, биографическая разведка, то есть разведка личности. И если вот в этом портрете будет написано, что человек падок на лесть, падок на премии, падок на... Обязательно будут на эту вот слабую мазурь и давить. Стоило бы сказать Тэтчер, что с этим человеком можно иметь дело, и он готов вам отдать последний бумажник государства. Ему присуждают Нобелевскую премию, он готов вам продать все, что угодно, отдать вам Варшавский паунд Германии. Недавно рассекреченные материалы тайных переговоров Горбачева с лидерами западных стран свидетельствуют, что и железная леди Маргарет Тэтчер, и премьер Франции Миттеран были обеспокоены позицией Горбачева и выступали против поспешного объединения Германии. Французский президент говорит, мы так любим немцев, что мы хотим, чтобы у них было две Германии. Ага, значит против объединения. Тэтчер решительно против Германии. Если встать на точку зрения простого либерала, то это покажется странным. Каким образом одни союзники по блоку НАТО могут противиться усилению своего же собственного союзника? Николай Стариков, писатель, историк, публицист. Если копнуть глубже в историю, если вспомнить, что союз России и Германии – это вечный кошмар англосаксы, то позиция Великобритании и США станет абсолютно понятной. Совсем не нужна сильная Германия. Даже две Германии – это очень хорошо. Можно эту морковку перед немцами вот так вот держать и просить их делать много разных вещей, из-за того, что в перспективе они объединятся. Но вот Михаил Сергеевич Горбачев, вопреки планам Запада, неожиданно, даже, наверное, для самих немцев объединил Германию. Хорошо ли это для России? Для России это было бы хорошо, если бы Россия за это что-то получила, кроме благодарности. Объединение Германии было исторической неизбежностью. Как показало наше расследование, Россия всегда хотела видеть в Германии сильного, но мирного партнера. Однако, как главный победитель и больше всех пострадавших от фашистской агрессии, Советский Союз справедливо мог рассчитывать не только на определенные дивиденды, но и на гарантии своей безопасности, мог не допустить членство Германии в НАТО. Если мы зададим себе вопрос, сколько стоит воссоединение страны в деньгах? Вот сегодня наша страна разделена на несколько частей. Я имею в виду, наша большая страна разделена. Русские – это единственный народ в Европе, который до сих пор не воссоединился. Вот немцы воссоединились, а мы, благодаря тому же Михаилу Сергеевичу, мы разъединились. Так вот, сколько стоит воссоединение страны в деньгах? Я думаю, что никто не сможет назвать эту цену сколько? Миллиард, сто миллиардов, триллион, десять триллионов, да? Цифры не имеют значения, когда речь идет о таких событиях. Поэтому и Советский Союз мог просить за свою лояльность по поводу объединения Германии у ФРГ любые деньги. И это было бы нормально. Государственный деятель обязан прежде всего заботиться о национальных интересах своей страны, а не об общечеловеческих ценностях. Нынешнее российское руководство знает уроки истории. Две страшные войны многому научили и русских, и немцев. И точно так же я думаю, что если народы бывшего СССР осознают необходимость укрепления интеграционных связей, сплочения, они могут, по сути дела, вновь создать новое, великое, могучее государство, которое будет отстаивать их общие национальные интересы. Подобно тому, как сегодня объединенная Германия, безусловно, лучше отстаивает интересы всех немцев, будь то на Западе, будь то на Востоке, чем Германия, расчлененная на части. На Востоке у Германии нет врагов. Отто фон Бисмарк, канцлер Германии, 1871 год. Вся история России и Германии свидетельствует о том, что между русскими и немцами никогда не было врожденной вражды. Силы зла, а не добра, натравливали их друг на друга. И это имело трагические последствия. Гельмут Коль, канцлер Германии, 1989 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова